Включаю запись. Между прочим, любопытно, что... Так, еще одно здравствуйте в чате. Ладно, это все вступающие моменты. Так, любопытно, что по законам Пенсильвании делать видео человека и вызывать разрешение можно, фотографировать и делать видео. А записывать голос можно только с разрешения человека, иначе это является по закону штата преступлением. Потому что человек должен быть предупрежден о том, что голос будет записывать, и всегда может отказаться разговаривать. Иначе это является просто преступлением... Это не федеральный, кажется, закон, но всяко штатный. Ладно, я о другом. Тут есть очень разные подходы к тому, как можно сделать звук. Один из подходов, как я понял из письма Тани, это иерина идея, когда сама музыка тоже изготавливается с компьютера. Я сразу хочу сказать, что этот подход у меня вызывает глубочайшие сомнения. Ну, просто потому что... Вообще, мелодия – это какая-то удивительная вещь. Может быть, самая удивительная из всего, что передумано человеком. Формальная сама мелодия – это ведь последовательность нот, которые более того можно смещать по грифмической шкале. В любом мелодии можно начинать с любой ноты. Ну, и можно начинать между нотами, совершенно неважно. Этим отличается музыкальный слух от абсолютного слуха. Абсолютный слух, когда человек попадает в ноту, а просто полный музыкальный слух – это человек, когда дана нота, от нее может построиться любая мелодия. Это разные вещи. Но тем не менее. И вместе с длительностями. Разумеется, в любой мелодии есть аранжировка, даже на тротопиан. Есть аккорды и две руки, а в оркестре есть разные инструменты, которые что-то делают на бэкграунде. Тем не менее, есть просто конкретная мелодия. И мелодия абсолютно узнаваемая. Любая, все что угодно. Хоть вспомнить любую мелодию из классических кинофильмов, достаточно проиграть несколько тактов. Хоть про Шерлока Холмса, хоть песню про зайцев, хоть что угодно еще. Все эти мелодии мгновенно неузнаваемы. Я не знаю ни одной мелодии, созданной компьютер. Всякая компьютерная музыка – это, конечно, интересно, но это, тем не менее, не могу сказать, что это что-то, что как-то… Это та область, в которой еще компьютер немного достиг. Более того, в картинках, которые нам показывал Волька, ну и там довольно много их выложено на природном сайте. Там можно посмотреть большое разнообразие их. На самом деле ведь вот такое любопытное явление. Как ни странно, люди вообще не обращали внимание на красоту природы до того, как появилась пейзажная живопись. Художники научили людей видеть красоту природы. Это совершенно поразительный факт. На это историческое обстоятельство мне мое внимание обратил мой отец. Дима, а мы как реплики, походу, будем делать? Разумеется, разумеется. Можно я очень быстро договорю этот кусочек? Реплики можно делать? Разумеется. Не что же можно, а нужно. Раз мы все здесь собрались. Вот Ира попала сюда, наконец, так. Выпускаем ее так. Так, ну вот не зря делали запись, потому что... Ира, здравствуйте. Я уже что-то успел сказать, но будет запись, так что я не буду повторять. В общем, мне кажется, что создание... Если мы включаем задачу еще создание музыки с помощью компьютера, собственно, мелодии, то это... Ну, а шаранжировку можно сделать с компьютером. Это гораздо более осмысленное действие, между прочим, да. Но мне эта задача, кажется, очень сомнительной, очень рискованной. А даже то, что мы угадываем что-то, глядя на картинки, потому что формально там нет ни профилей, там никакого конкретного личного профиля нет, нет никаких муравьев, которые что-то захватывают и так далее. Это доделывает наше воображение, воспитанное определенного рода живописи, определенного рода опыта. То есть здесь в этом участвует еще наш мозг. Поэтому вот первый момент, который мне кажется, здесь нужно... Ну, по крайней мере, я бы не пытался заниматься настолько рискованной вещью, как создавать новые мелодии. Пока это ни у кого не получилось вообще. Почему это получится на основании таких картинок, которые все-таки приобретают смысл благодаря нашему воображению. Вот теперь я замолчал на некоторое время, и... Так, да, значит, у меня была такая техническая ремарка, что кто-то, вот ты упомянул, что до пейзажной живописи природы не восхищались, но я думаю, что если мы почитаем там динскую и греческую поэзию, то какое-то восхищение там птичками, крахками, древними не найдем. Вот трудно представить, что труд земледельца хорошо описывается, где-то у Катула, по-моему, вот словом думал, что мы... Ну, как мы можем определить, что люди восхищались природой? Это вопрос спорный, я на этом настаивать не буду. И главное, что они очень важные для... Да, ну я зануден немножко. А во второй... Ну, замечу, все равно описывается труд, описывается вся классика, она содержит описание действий, она не содержит описание видов. Не скажу... Ну, что понимать под действием? Ну, словом, ладно, это, на самом деле, нас уйдет в сторону. Я немножко вот тогда прокомментирую, что ты говоришь, что, ну, честно говоря, это может звучать не очень скромно, но я скажу, что, во-первых, мне кажется, эта вот система графического рисования, живописи, которая у меня возникла с помощью компьютера, она в некотором роде уникальна. Мы, на самом деле, не знаем в музыке чего-то, вот чтобы компьютер делал бы с такими жестами, длинная, интересная и красивая, и самобытная. Мы не знаем музыку такого. И мы не знаем, чтобы он был умел сочинять рассказы, длинные, интересные и красивые. А вот в живописи, вот он, оказывается, это умеет. И это... Я когда подумал, но с точки зрения искусственного интеллекта, я вот стал думать, что, видимо, это тоже уникальное явление. И первое. Второе, по сути, вот о музыке. Честно, я чуть-чуть развернуто скажу. Честно говоря, у меня самого время от времени, ну, примерно с зарождения вот этого, подскальзывали всякие идеи того, что можно превратить то, что я делаю, так или иначе, по крайней мере, послушать, как подобные некоторые идеи будут звучать. Вот. Ну, начать с того, что у меня нет там компьютера нужного, вот там с музыкальными. Ну, меня останавливали две вещи. Ну, собственно, одна. Ну, нет, две. Первая, что я все-таки точно не знаю, как бы я там делал, никакие идеи бродили. А вторая, одна ремарка Революта Ивановича. Может быть, вот, Дима, тебе это тоже будет интересно. Речь шла первоначально о шахматах. Моя еще там студенческая мысль была, как... Я просто умел вернуться из-за армии. Да, уже не было студента мысль вот некоторое влияние компьютера на шахматы. Вот уж не буду, я не буду о ней говорить, собственно, но я поделился этим с папой, и он полу в шутку, полу всерьез мне сказал, что это, конечно, очень интересно, то, что ты предлагаешь. Но говорит, ну, хорошо, допустим, ты добьешься полного успеха и убьешь замечательную игру в шахматы. Зачем это нужно делать? Вот к музыке у меня некоторые опасения такого же рода стоим. Если живопись никоим образом не может ослабнуть из-за того, что мы поняли какие-то законные эстетики и умеем механически что-то делать, все равно фигура человека в каком-то настроении – это все равно произведение искусства, и никак, вот то, что я делаю, может помочь живописицу, но никак не может убить живопись. Живописица все равно останется… Во-первых, я не говорил о том, что что-то убивает живопись, даже на это не намекал. Во-вторых, такое наблюдение. Во-первых, некоторые области деятельности относятся к спорту, а некоторые – к искусству. И шахматы – это такое, может быть, существенное наблюдение. Они всегда относились к спортивным играм и являлись спортивной деятельностью. В то время как… А в живописи, например, никакого прогресса нет. Если поставить картину Рембрандта рядом с современными картинами, без никакого указания времени, даже с работами, я не знаю, то ли Ван Гога, то ли Дали, все-таки Рембрандта больше, уже живописище каких-то новых путей, это я понимаю. Но Рембрандт сегодня, Рембрандт и Ван Гог сегодня, посмотренные рядом, все-таки я бы сначала смотрел на Рембрандта. Нет в этих властях прогресса. Ну, еще шахматы не совсем точно, но дело я хотел подширить вниз. В то время как, если мы создаем систему, допустим, компьютерную, которая создает блестящую музыку, ну вот я не вижу, останется ли мерзкий средств музыканта в таком случае. Поэтому сам по себе полный успех меня, вот компьютерного, всякого рода компьютерномузыкальный, идея не только на основе того, что я делаю, а в принципе. Хорошо. Я хочу еще раз сформулировать очень четко. Эта речь сейчас идет о попытке создания новой компьютерной музыки. Это совершенно другая, очень глобальная, очень сложная задача. Мы этим попытаемся заниматься. Я не готов в этом участвовать. По разным мотивам мы оба как бы считаем, что мы находимся в стороне от этого. Замечательно. Ну да, это не в том дело, что это убьет какую-нибудь музыку и так далее. Это отдельная задача, если кто-нибудь в этом что-нибудь понимает и готов ей заниматься. Почему именно таким способом возникнут картинки, возникают из геометрии, визуальный ряд связывается с звуковым рядом. Это вообще непростой вопрос. Как его создавать? Откуда оттуда появится какая-нибудь мелодия? Я говорю, что мелодии... Это поразительно, какое их разнообразие мгновенно запоминающихся, мгновенно узнаваемых мелодий. По одному такту мы их узнаем из тысяч произведений. Но они все созданы человеком. Ни одной мелодии, вот такой запоминающейся, которая создана компьютером, я лично не знаю. Поэтому, если эта задача ставится создавать новую музыку еще к тому же, то, ну, колоссальный план, но я как-то совсем не берусь в нем участвовать, просто потому что совершенно некомпетентен, совершенно тут... Это колоссальная работа, колоссальная вещь. Ну, как-то так вот. С разбегу, сразу небольшой командой, среди которой, в общем-то, всерьез профессиональных музыкантов, видимо, вообще нету. Я не знаю, может быть, кто-то есть. Не все хорошо знают, но тем не менее. Я точно не гожусь. Можно свои соображения сказать? Я не претендую на не просто музыканта, ни на какого вообще музыканта, но я хочу сказать о связи музыки с математикой. И почему я загорелась? Желанием хоть что-то озвучить. Но для этого мне нужна демонстрация экрана. Вы позволите? Сейчас я сделаю... Да, одну секундочку, Ира. Сейчас. Да. Сделал. Так. Вы сделали разрешение. Теперь я должна... А теперь дальше только сами. Только сами. А дальше у меня небольшой сбой. Подождите минуточку. Так. Демонстрацию нажимаю. Пока идет борьба с компьютером, я скажу. Я видел много озвучивания разных видео. В частности, сделанных моими друзьями несколькими. Видео, почему самое разное, о путешествиях, какие-то такие зарисовки. Они все используют какую-то классику, эстрады и чего-то еще такого. Или иногда классическую музыку. И это очень хорошо, если это удачно подобрано. Вот. Вот это вот герцы, разгерцовка нот. Это до, ре, ми, фа, су, ля, си. Вот видите, какой идеальный график. Он станет еще идеальнее, если мы посмотрим не на одну октаву, а на несколько. Если я их смогу сейчас включить. Так. Вот. Это герцы, октавы. А теперь вы можете применить к этому функции логарифм, и вы получите изящную прямую линию. Ну да, а вот видите вообще, какой интересный и красивый график. Это доруме поссорить. Это обратное к логарифму. Это экспонент. Это обратное к логарифму. Причем это свойство нашего слуха. Потому что высокие ноты... Это особенность физики. Следующая октава отличается от предыдущей в точности удвоением частоты. Это просто график экспонента вы нарисовали. Ничего действительно нет. Это хорошо давно понято. Нотная раскладка это логарифмическая раскладка. Разница между октавами это... не от души, а все-таки строгая математика. Звуки. И это именно наш звукоряд. То есть это до реми фасоли си с диезом и бемолем. Вы по этому графику не узнаете доминанту и субдоминанту. Она будет видна только после логарифмирования. Но там тоже свои математические взаимоотношения. Естественно, если применили логарифм, то возникают соотношения. Логарифм что он делает? Он превращает произведение субдоминанту. Правильно? Нет. Чтобы с доминанту перейти, например, субдоминанту, можно герцы умножить на определенную пропорцию математическую. Да, да. Людям обычно проще складывать, чем умножать. Почему? Откуда взялся логарифмическая линейка? Она тоже превращает умножение в сложение и становится немножко проще. Поэтому это логарифм. неудобный для работы. Поверьте мне. Я про это ничего не говоря. Говорю так, пример, иллюстрирующий то, что казалось бы это статистические души и оформление в музыке имеет все-таки математическую основу. Вот я про что. Так же как картины, которые мы увидим револьта-реворта, ведь они красивы, но они имеют строгую математическую основу. Согласны? И в том числе они эстетически красивы. Точно так же в музыке? Абсолютно. Поэтому я и хотела как-то связать. Я не говорю, что у меня это получится, но я иду к этому. К сожалению, у меня пока мало времени, чтобы как-то установить эти взаимосвязи вот этих математических основ и видео, которые мы видим, например, до документации. Но я бы хотела это сделать. Вот Роберт посоветовал через диаметры кругов. У меня идея тоже примерно такая же, все-таки там они перемещаются еще по оси координат, XY. Вот с этим я пока еще не разобралась, но хотелось бы. Вот я как бы начала в таком духе. Если вы не против, если вы меня надеюсь, не запретите продвигаться дальше, я буду двигаться дальше, это конечно занимает много времени, хотя мне это очень интересно, а сейчас у меня на работе тоже свои увлекательные занятия, которые полностью занимают мое время, я пока дальше не могу двигаться. Ну вот я пришла к этому, нарисовал этот красивый график, только для того, чтобы понять, как можно взаимо увязать изображение и звук, но вы понимаете, что можно, я надеюсь, после таких вот графиков. Ну и у меня все. Я только могу сказать, что запретить вам никто не может быть. Ну да, просто я это слышу, подоплеку всех разговоров, ой зачем, ну зачем, а вот не хочет. Я не знаю, стоит ли пытаться снять это покрывало, вот, как говорится, это я не знаю, сколько глубокие сомнения, вот, но, конечно, люди какие-то у меня там бродили, можно поговорить, вот, но я неизбежно буду говорить не в пока, потому что у меня даже нет костей от музыкальных вещей, там и там звуки, и потом я в отличие от Дину ни одной мелодии никогда, даже если не узнаю, то не назову. У меня, я обожаю музыку, но, видимо, у меня отключается левое полушарие от береги, от музыки, я не в состоянии запомнить название всего, того, что вот дерево, цветы, я их тоже обожаю, но я не могу запомнить как они называются, так же и с музыкой у меня происходит, видимо, у меня с цветами так, с изображениями. Ну, хорошо, мы сейчас, кажется, отошли вообще от именного плана, потому что Дима начал с того, что вот почему он считает, что этим заниматься не надо, я, в общем, скорее согласился, но тоже произнес свою тирану, вот, а потом... Я там пришла, потому что мне Татьяна сказала, что мы будем обсуждать, как надо. Нам, нам надо. Что-то не надо. Я не сказал, что этим заниматься не надо. Я сказал, что я сам не представляю, как это сделать, и не люблю заниматься тем, сам лично, что совсем не умею и не вижу своих новых идей. Это, я сказал, что эта задача, она включает в себя создание новой компьютерной музыки. Это сама себе отдельная задача, колоссальная, сложная, гигантская. То, что в сложении нот и так далее, есть математические правила, что там есть частоты, хотите умножайте, хотите складывайте логарифм. Я что хочу сказать, мы имеем эстетическую геометрию, как нечто из произведения, ну, нечто все-таки имеющее эстетическую ценность, как я понимаю, так? И это эстетическую геометрию. Хотите, чтобы озвучиться не только в цветах, но и в музыке, по-моему. И я вот это... Озвучите драконду. М? Что? Озвучите драконду. Уже она имеет эстетическую ценность. Понимаете, я скажу, все-таки не в обиду Револьтовичу, озвучить его образы будет легче. Я не знаю, что он сейчас звучит их. Получится какой-то звук. Почему это будет музыкальный? что он получится, но я хочу попробовать. Просто я пока не дошла. То есть я тут человек, который хочу, и который мне нравится этим заниматься. И даже я попробую. не то, что никто не может запретить, а может быть вас, Ира, многие поддержат, захотят вам поучаствовать. Просто я совершенно не понимаю, как это делать. Для меня это просто поставить перед собой еще одну невероятно сложную задачу. А я никого не прошу. Я потихонечку занимаюсь. Кто-то захочет. Я не вижу причины, почему нет. Иногда из самых, казалось бы, безнадежных проектов что-то получается. Я никак не могу судить им и говорить, что проект причинный. Я тихонечко занимаюсь. И мне, собственно говоря, никто не нужен. Пока. Если мне нужна быть помощь, я скажу. У вас есть какой-нибудь продукт, если исходить из размеров кругов? Они, естественно, меняются. Инверсии меняют расстояние. Скажем, если мы гоняем какой-то кружок, зафиксировали его, то мы будем видеть, как меняется его разум. В том-то и дело, что я хотела именно какую-то основу увидеть. Но я решила для себя начать с геогебры, какую-то простую конструкцию соорудить и попробовать ее, так сказать, озвучить, а потом уже переходить в более сложном, уже созданным образом. Да, хотя бы композицию симметрии относительно двух пресекающихся обложений. Теоретически тут, конечно, вполне возможно, что вместо даже рассматривать движение кругов или пар точек по одной окружности, а не на плоскости и не в пространстве. Ну, потому что высота, частота звука это одномерное мнение. Начинать, может быть, стоит с этого, а размер кругов не совсем, не совсем одномерное. Вот, да, нет, математически совсем. А размер круга может отвечать, скажем, за громкость, тишину. Но мне больше нравится образ, когда есть струна, которую мы в разной какой-то точке зажимаем и вот извлекаем звуки. Этот образ мне нравится тем, что в нем есть естественная бесконечность. А вы знаете, что колебания струны, они совсем не одномерные? Вот. Ну, я накончу фразу. Понятно, что я сказал много написок, потому что в музыке я профан. Вот. Но я сейчас скажу еще одну и на этом немножко нам покажу. Вот. Значит, что же я могу сказать? Что-то если мы струну зажали, ну, в двух местах, соответственно, у нас есть эта струна, мы ее зажали в двух местах. Если мы зажали ее в третьей точке и начинаем дергать здесь или здесь, мы получаем какие-то звуки более высокие. Ну, и, собственно, открытие Пифагора состояло, что он указал в каких точках мне нужно струну зажимать, чтобы получать гармоничный ноль. Так вот, в этом рисунке, ну, точнее, в этой струне присутствует естественным образом бесконечность. Дело в том, фактическая бесконечность, дело в том, что если мы вот это у нас вся целебная струна, которая зажата тут и тут и где-то посередине заканчивается, то мы не можем извлечь более низкого звука, чем вот вся эта струна, когда мы нигде ее не зажали, кроме начала и конца. Более низкого звука мы извлечь не можем. Сколь угодно высокий, пожалуйста, зажали очень близко, вернули здесь, получили очень высокий звук, быстрой частотой колебаний. А вот ниже тех колебаний, которые дает целиком зажар, мы не можем. И вот таким образом некий вид бесконечности органичный у нас здесь наличие. Фактически низкий звук, который издает вся струна, он является ограничителем вот снизу, до которого мы никогда не можем добраться, нигде не зажимая струна. Мне вот с одной с одной подскобки фагора с прижатием струна, с другой с одной наличии естественной бесконечности, что есть самый низкий звук, в принципе, который недостижим. Мне кажется обнадеживающим с математической исторической точки зрения. Вот я графику экспонента слуха человеческий тоже не воспринимает бесконечный размах колебаний. Колебания будет конкретизироваться, она конкретизируется. Вот от скольного года до сентября. Вот я пока полез на интернет, я тут пытаюсь найти, чтобы пояснить, что я имею в виду. Может быть, я не знаю, что у меня сейчас нашлось, я сейчас хочу посмотреть. А я не вижу, это надо слушать? Да, только слушать, только толку. слышно, что у меня проигрывает компьютер. помните, темная ночь. Темная ночь. Темная Темная ночь, заметьте, четко, мгновенно узнаваемая мелодия, там сзади идет аранжировка, еще какие-то нотки, но ведется мелодия. Такую мелодию, ее ни с чем не спутать, ни одной такой мелодии не сделал компьютер. Она уникальна, она удивительна. Заметьте, что там есть. Вот просто это высота ноты длительность. Основная мелодия. Я могу найти множество таких мелодий. Вы ее сразу узнали, правда, Ира? Ну, какой вопрос? Я могу их найти сошли. А я не знаю, что вы спрашиваете. А вы что спрашиваете? Нет, ни одна из них не придумана компьютером. Понятно. Но эстетическая геометрия не решена компьютерных взаимодействий, так скажем. Не решена. Ну, хорошо. Значит, Волька придумал нечто новое. Чего бы я всем этим занимался и пропагандировал это, и писал друзьям, и пытался их вовлечь в эту деятельность, если бы мне это не нравится. Мало бы у меня других дел. Я могу взять кисточки, взять масло и начать писать картину. Мне нравится, что Вольк сделал. Мне нравится, мне интересно к этому поделать. Но пытаться создать новую музыку, я к этому не готов. Это для меня недостижимо. Так я новую не хочу создать. Я новую музыку не пытаюсь создать. Ну, хорошо, хорошо. Давайте конструктивно, потому что иначе мы утонем. Есть идея просто попытаться придумать еще и музыку. Мне кажется, что просто я видел много видео, в которых на самом деле каким-то кадром, заметим, что в том, что вы предлагаете, еще есть дополнительная вещь. В любой мелодии есть длительность нот. И прекрасно отвлеките сразу же марш от вальса. Например. И так далее. Минуэт. Ну, в общем, Есть музыка без длительности. Есть музыка без определенной длительности. Ну, это как отличается сила ботоника. Ну, в общем, понятно, разные языки по-разному есть. Бывает и такая, но наша привычная нам музыка, так же как литература, она устроена иначе. Есть все-таки длительность и есть высота. Можно все-таки еще вставить ремарку? Дело в том, что я хочу озвучивать именно не просто картину, а динамическую картину. То есть, там есть ритм, есть движение, то есть, и в музыке то же самое. поэтому я хочу осмыслить именно уже существующий образ, понимаете? Это не совсем как бы не совсем создание музыкального произведения, это скорее какое-то осмысливание той динамики и ритма, который уже есть. Ира, извините, вы не хотите осмыслить, вы хотите поручить это компьютеру. Нет, я хочу музыкально интерпретировать, как вы цветами интерпретировать. Мне очень интересно было бы, как вы это музыкально интерпретируете. Но это будет уже пропущенное через человеческие переживания, вот это уже будет новое. Вот, 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 вот это уже будет новая музыка по поводу ваших эстетических образов. Ну так, чтобы вы ее делали, А компьютер, ну, наверное, там мы можем чего-то придумать. А у меня, может, ничего еще не получится. Ну, чтобы вы, а вы хотите получить компьютер. Понимаете, в чем дело? Музыка – это тоже нечто, основанное на физических явлениях, так же, как и эстетическая геометрия. И, возможно, основа у них может быть вообще одна и та же. Поэтому вы видите это в цвете и в движении, а я вижу звуки. Вот и все, один и тот же образ. Вот вы видите звуки, и вот дайте нам их уже. Вот, а компьютер-то здесь при чем? Компьютер? А вот скажите, пожалуйста, в эстетической геометрии какую роль играет компьютер? Ну, для видеорта он просто делает это возможным. Ну, и потом я всю жизнь перейзываю. Вот, это все, что мне нужно, сделать это возможным. Вот, всякими линиями. Это совершенно реально, это правда. Вот, я хотел, ну, как хотел, но у меня не получалось научиться рисовать. Вот, я видел, вот, всякие линии, которые я вижу в пейзаже, там, там, сам. Они меня всегда завораживают. И когда я увидел, что оно вот выходит от моих рук, я был, ну, в общем, это было замечательно. Я почувствовал, я не мечтал уже, что я почувствую себя художником. Но главное, что это меня всегда завораживало. И думаю, что если бы я умел рисовать, я бы в жизни не стал бы это вот развивать. И жаль, видимо, поэтому Бог мне не дал умения рисовать, потому что тогда бы я не сделал этого. Это все заслуживает под сделанным. Вот, вот, но художники и поэты не всегда казались полубогами, а музыканты просто богами, скажем так. Вот, скажем откровенно. Ну, для меня компьютер будет примерно такую же роль играть, как и для вас. Замечательно. Но я должен предупредить, что когда я фактически работал, у меня не было цели открывать закон мельский. Это вышло вот, ну, вот, как-то вот оно красиво и так красиво стало получаться. Но это было неожиданно для меня самого. Цель у меня была более геометрическая, более такая математическая. Но когда я стал получаться что-то другое, ну, я это воспринял, вот, но стал трудиться этим. Но это было приятным сюрпризом. Это не было плана. Вот, Дима говорил, что такой план очень дерзкий. Вот, у меня и не было дерзкого плана научить компьютер рисовать замечательные, виданные вещи. Такого плана у меня, пожалуй, никогда не было. Но оно после какой-то момента получилось. Ну, а потом я стал в жизни. Ну, жаль, я не могу один пайл показать, который, ссылку, кстати, Роберт мне дал. Там фракталы озвучили. Очень мило получилось, кстати. Мило, мило. Фракталы на массу мило. Вот, музыкально они перевели именно образы видео в звук. И это получилось реально? Классно. Вот это максимум того, что я хочу. О Мона Лизе я и не думаю, так сказать. Ну, поставьте, покажите. Хотя было понятно, о чем это. Ну, вот, мне долго надо ссылку эту искать. К сожалению, я не приготовилась. Но если подождете, пока вы... Давайте обсуждать дальше, а я поищу, ладно? Хорошо, хорошо. Давайте так. Ну, я говорю, это может занять какое-то время. Минут 10. Пока мы разговариваем, ну, ищите. Обычно на эти сутки можно за минуту. Нет, просто он сначала ссылку найти. А может, Роберт быстрее найдет. Если нам ставить кавычки и так далее, то Google все находит довольно быстро. Ничего. Да, я сейчас поищу. Собственно, я тихо сидела и никому не мешала. Я не знаю. И не хотела поэтому участвовать. Потому что, ну, сидела себе и занималась своими делами. Я не как бы не претендую ни на что. Нет, нет, нет. Ничего страшного нет. Все нормально. Просто я еще раз хочу... Нет, Роберт, мне надо именно видео. А ну, там вроде сутка была. Я пытаюсь разделить два совершенно разных подхода. Один подход – это попытаться еще создать компьютерную музыку, а еще и сочетающуюся с данными техниками. Я не пытаюсь создать компьютерную музыку. Ну, как, если будет что-то, то музыка должна быть сама по себе сколько-то интересная, правда? Я знаю. Ну, там очень длинное видео. Я нашла видео, но оно очень длинное. А я хотела бы именно там, где вот они красиво так играют. Ну, вроде бы вот. Это надо опять демонстрацию экрана сделать, да? Да. Ага, сейчас сделаю. Без этого не получится. Ну, если вы смотрите почти любое кино, там ведь нету ничего в молчании. Там все время за кадром играет какая-то музыка. То одна, то другая, то третья. Музыка кинофильмом представляет собой совершенно отдельный жанр. Потом превращается в музыку из кинофильмов. Так, ладно. Тут, к сожалению, идет как лекция, но фоном именно музыка, созданная не то чтобы компьютером, а попытка осмыслить именно в звуке вот эти вот построения. Ну, к сожалению, отдельно нету. Ну, там фоном идет эта музыка. А она компьютерная. Да. Ну, вот там фоном, она, я, к сожалению, не могу, тут она очень длинная. Сейчас я найду этот фрагмент. Ну, в общем, глядя на эти картинки, на нашем коллективном приглашении в начале фрагмента будет выступать Виктор Любич, который, в частности, по множеству Мандельброта и так далее, он лауреат Филцевской премии. Это аналог Нобелевской премии для математиков. Я его пригласил. Ну, я его давно очень хорошо знаю. Он будет у нас выступать. И он про эти вещи как раз обычно рассказывает. Так что тем, кто понимает математику, может быть, очень любопытно послушал. Хороший рассказчик. Вот здесь, по-моему, в этом моменте Виктор замолкает, все-таки какая-то музыка. Ну, глядя, тут нет отдельного, но она вот фоном идет, эта музыка. Я, кстати, перечитал, ну, точнее, не читал, а листал статьи, где Бах исследуется вот на математические, по сути, геометрические закономерности, там у него слова симметрия все время. Вот, и вокруг золотого сечения там идет вся игра. Утверждается, и многим узнатокам утверждается, что Бах тут в своих клубах с математической точки зрения играл вот с соотношением золотого сечения. Ну, я не мог много опыта сказать. Ну, я хочу сказать, что у меня нет великих целей, я просто хочу немножко озвучить. Ну, вот, к сожалению, нет отдельного видео, где именно вот эта музыка, но там она фоном, если кто-то прислушался, мог услышать. Очень тихо как-то. Ну, вот пока... Голос слышно, он даже не слышно. Да, ну, вот, извините. Ну, давайте еще раз попробую тогда погромче. Придется как-то закрыть глаза на этот голос, да? Андрей Нуэс, он показался на наших лекциях. Может быть, и родители, он снимается. Он в Фейсбуке есть. Вот там фоном идет музыка. Может быть, вам с Андреем... Я не слышу никого. Ну, вот, вторая попытка. Ладно, все. Может быть, вам стоит списаться с Андреем Лоисом. Он есть в Фейсбуке, он есть в группе эстетическая геометрия, он занимается электронной музыкой. Просто, ну, это вот его основное занятие. Вот, они знают очень... По крайней мере, компетентен здесь больше... У меня цели очень скромные. Потренироваться, что-то там озвучить. И до них пока не могу дойти, потому что заняты на основной работе. Ну, в нескромных целях тоже ничего плохого нет. Высокая планка тоже никому не мешает, наверное. Но... Если что-то получится, я обязательно поделюсь. Где вы найдете скромного художника? Я имел в виду, конечно, совершенно другой проект в данном смысле. Я имел в виду, что кто-то, кто хорошо знает, у кого в памяти очень много классической музыки, эстрадной музыки, джаз и чего угодно. В общем, голова набита всем этим. Глядя на картинку, пытаются понять, причем картинку можно... Если она что-то хоть чуть-чуть напоминает, надо придумать хорошую программу, которая позволяет ее подстраивать под нужный ритм. То есть ускорять и замедлять. Тем более, что это довольно естественное явление. Когда планеты вращаются, если какая-то планета летит быстрее к нам, которая улетает дальше, можно легко понять, как это можно делать. То есть ритм как раз построить, может быть, немножко проще. А может быть, его нужно просто понять, мне кажется, самым простым способом является такое, что кто-то смотрит, и в голову приходит какая-то озвучка, какая-то конкретная вещь. А дальше компьютерное место под нее подгоняется ритм и громкость. Она подсоединяется к видеоряду. Так делаются озвучивания видео, фильмов и такого рода вещей. Дело в том, что я этим занималась. Занималась несколько лет назад, и у меня есть несколько композиций из эстетической геометрии, где я подбирала ритм и музыку. Может, интересно, моя племянница в ТикТоке подбирала. Она делала в ТикТоке, выкладывала как по своим церквям. Извини, это ли будет. Ну, это был интересный опыт, когда я именно ритм пыталась уловить, ритм. И у меня вышел какой-то очень интересный такой ритм «Семь четвертых». Мне было сложно, но я нашла это произведение «Семь четвертых». Я подстроила скорость музыки, скорость изображения и наложила. Это все выложила, так скажем. Где-то у меня даже видео. «Семь четвертых» у такой есть замечательный мультипликатор Максимов. У него даже есть совершенно чудесный мультик. У него вообще озвучка. Да, да, да. Его я хорошо знаю и очень мне нравится. «Пять четвертых». Там еще последний такой «Пять четвертых». Но он тоже использовал классическую музыку. Он не придумывал музыку. Нет. А есть еще, да. Есть «Пять четвертых». Практически, как все мультфильмы, музыка совершенно замечательная. Да, да, да. А изображение-то какое? Какие мультики? Да, да, да. У меня больше нравится у него «Ветер вдоль берега», честно сказать. Как? «Ветер вдоль берега» у Максимова. Надо посмотреть, да. Да, мне он очень нравится. А есть чудесный мультик «Песня о Буревестнике». Там тоже очень хорошо сделанная озвучка. Мультфильм – это просто классика, как делают озвучку к мультфильмам. Я-то имел в виду вот это то, что понят, это то, что умеют делать. И то, что, в общем, совершенно реалистично использовать музыку, как вот мультфильмы замечательно озвучены. Мы знаем море разных мультфильмов. Мы сразу узнаем мультфильмы. Достаточно послушать звук, и мы уже знаем, что там за изображение. Они уже связались друг с другом. Значит, все-таки подбираются. У нас есть видеоряд. Можно понять, какая музыка подходит, поменять скорость, чтобы она попала под ритм, посмотреть, как она звучит. Наверное, у моей дочки, у младшей. Мне хотелось более тесной связки изображения со звуком. Конечно, если ты мультипликатор или если ты музыкант, это легче сделать, но мне сложнее. У меня был обратный пример, когда первичным были именно изображения. Я как-то общался с одной художницей, но она была декоратором одной постановки театральной, функциональной и так далее. И вот в некотором роде музыка уже была дана, действие было дано. И когда она познакомилась с своими работами, она загорелась идеей, что это же можно использовать. Потому что там настроение она знала. И там ее идет, как раз, очень привлекало то, что у меня был пошаговый режим, где можно в нужный момент что-то остановить, можно быстрее, можно медленнее. Это, если бы то, чего тоже очень привлекало. Ну, там это сорвалось, что не завидающим от нас причинам. Но это вот ситуация обратная, когда музыка и какое-то действие уже наличествуют. А к нему вот подбирались. И там, я помню, в основном Черно-белые ее привлекли, потому что там сценарий был определенный. Это тоже вполне законный шаг, когда мы берем какую-то понравившуюся мелодию и мы не от картины идем, а от мелодии. Что-то понравилось, что-то вспомнилось из видеоарта. И тут, конечно, надо пользоваться именно возможностями того, что вот есть пошаговые режимы, это удобнее иметь дело не с видео, уже там в формате, не почитывая. Ну, вот смотри, вот мой друг Максим Сорокин, он много ездит по миру, причем много ездит по миру не по делам, а просто что-то посмотреть на разные сафари, в Новую Зеландию, в ЮАР и так далее. Он просто снимает на видеокамеру. У него получается достаточно большое количество видео. Дальше он их склеивает в единое видео и подбирает музыку, которая переходит одна в другую. В музыке это возможно, особенно если мы не берем совсем классику, там есть какие-то проигрыши, их можно склеить. Он их собирает так, что все это озвучено, в общем, знакомыми, узнаваемыми мелодиями, которые подпадают под происходящее. Под каких-то животных, которые бегают, какие-то виды городов и так далее. Получается замечательное произведение, где стартом является, естественно, то, что он снял, у него есть уже материал, у него ничего не поделаешь, это можно как-то монтировать и клеить, но на это можно накладывать музыку. У него в памяти много мелодий, много произведений, которые можно использовать, хоть классику, хоть что угодно. Это свобода. Я видел такой подход к этому вопросу. Для этого, конечно, нужен человек, который, может быть, мне удастся уговорить мою младшую дочку. У нее, конечно, в голове многие тысячи. Я не знаю, какого исполнителя, какую область назвать, чтобы она не знала просто наизусть все мелодии. Она профессионал высочайшего класса. Может быть, она просто посмотрев, просто скажет, что использует. Вот он смотрит на картинку, говорит, а вот мне нравится вот такая к этому мелодия. Все, дальше уже это дело следующего, кого-то, кто работает. Она с компьютерами, с кем толком работать не умеет. Она виртуозно играет на рояле, на чем угодно еще. Существует музыкальная школа на дому заодно. Значит, она учит музыки. Она в свое время сильно заболела. До этого она с концертом ездила, я также солисткой в хоре. Может быть, она просто согласится посмотреть на картинке и придумать, просто сказать, что мне нравится вот такая мелодия. Как-то поменять. Дальше нужно, конечно, менять ритм, чтобы все совпадало. Это уже в руках тех, кто может пользоваться компьютером. Она этого не умеет. На клавишу на это нажимать. Это я так видел, такой подход. Ну, у меня сначала было желание именно идти от музыки к изображению, но, к сожалению, пока меня не очень-то файлы додаки слушаются. Поэтому я теперь, выслушав эти лекции и поняв какую-то немножко, так сказать, основу, подумала, а может быть, пойти обратным путем. Вот поэтому я еще хочу попытаться именно озвучить образ. То, что я предлагаю, это путь, где просто на некотором этапе с неизбежностью опять участвует человек. А именно, у нас есть изображение уже, изображение есть. Скорость его проигрывания нам никак не предписана. На самом деле, никто не сказал, что каждую итерацию, скажем, которая там используется, каждый шаг должен заниматься одно и то же время. Это уже совершенно воля вольному, с какой скоростью мы их показываем. Можно найти какую-то пару. Можно сейчас их подстроить под какое-то звучание. Я могу показать свой опыт сам, и мне кажется, ну, не то, что удачный, а где я действительно пыталась... Все договорил. Вы пока сделаете, разделите экран, когда мы посмотрим, без этого не получится. И здесь есть человек, который угадывает, какая мелодия. Здесь огромная работа, потому что сотни видеофайлов, многие тысячи произведений, которые можно использовать. Угадать подходящее, это совершенно отдельная вещь. Здесь человеческий фактор. После угадывания кто-то должен еще работать с тем, чтобы их на самом деле правильно наложить. Я думал только о таком подходе. Мне не виделось никакого другого, который рабочий. Может быть, я вам говорю... В принципе, это можно делать в любом видеоредакторе и музыкальном редакторе. Скорость у меня... Это другой вопрос. Моя дочка, у меня старшие дочки одно полушария работает, у младших другое. У них все это полностью... Абсолютно. Результаты могу показать, если есть желание. Хорошо. Да, да, да. Посмотрим, конечно. Это наиболее сдержательная часть. Изображения нет. Нет изображения? Это только... Не видно, что ли? Видно название файлов, ничего не двигается. А, я, значит, не то, что ты сделала опять. Но сейчас попробую. Попробую что-то изменить. Так, надо, наверное, по-другому это запустить. Сейчас минуту. Что ты написал, что ты написал Роберт. Да. Да, я говорю, я не так... Давайте еще раз попробую включить. Вот с этим я пока еще не совсем натренировалась. Так. В демонстрации экрана, разумеется, можно выбрать файл, который демонстрируется. Не обязательно демонстрируется. Видно? Нет. Нет, не видно? Видно. Вот это размер 7 четвертых. Звук исчез. Звук исчез? Да. Да что ж такое? Ну, не знаю. Мы видели это. Это, по-моему, уже выложено. Да, да, да. Видели, но не все. Ну, честно сказать, то есть музыка не вспоминающаяся. И как-то она ничего не добавляет к картине. Ну, извините, художника всяким может обидеть, как известно. Вот именно. Ну, это произведение музыкальное. Ну, там дальше оно развивается, да? Вот. В общем, не слышно. В данном случае просто не слышно. Ничего не слышно? Да. А вы сбросите ссылку просто. Да, да. Если это выключено. Если там уже лежит. Это утритонно. Если вы наступает, то вы можете посмотреть. Пока, я извиняюсь, пока ближе всего к моему образу подошли саламанты. Они неизвестны. Они просто что сделали? Там, значит, есть саламантра, она объявляет, она просто показывает работу, и, по крайней мере, саламантры говорят, что они просто импровизируют. Вот они запускают и чего-то играют. И это было приятно. Вот. Очень даже приятно. Вот. И их импровизации простые. Они как-то развивались. Там вначале чуть ли там не двумя клавишами, а на третий раз, ну, что-то сложная. Там борьба какая-то. Ну, в общем, это было приятно. Я бы признаться сам. Надеюсь, что у меня бы порадовало, именно если людям было бы приятно импровизировать. Он взял скрипт, он запустил бесконечный файл в ДДУ. Но мне хотелось связать именно с ритмом изображения. Я это сделал. Ну, он, может быть, сам. В общем, ну, это было о себе. Ну, Кида, я же, я только, я рад, что вам это интересно с этой точки зрения. Но сам я вот, если бы я бы умел играть, я бы просто сам бы эквенализировал, но я не умею. В общем, я настаиваю на своем, я буду тихо продолжать свое дело. Громко. Ира, зачем тихо продолжать и громко? Потому что, понимаете... И вот Александр Луис, фейсбук, член вот он нашей группы, вот он с электронными музык, там же масса проблем просто на уровне исключения звука. Вот он с этим знаком. Он там знает аранжирующие программы. Ну, он в этом, вот, ну, не то, чтобы собак съел, но все-таки он там погладил собаку. Он как-то непрофан. Тихо, потому что мне пока нечего показать и не о чем сказать. Когда будешь... Кстати, вот, кстати, именно он был автором, может быть, первой музыкальной обработки того, что я делал, сейчас вспомнил, у него есть, она где-то выложена. Ну, меня, честно говоря, напугало, он аранжировал мою работу какими-то современными стилем метал, какими-то очень громкими такими вещами, вот, и назвал все это «Волки не проиграли». Я думал, какие волки? Вот пока для меня каким-то образом почему вот они могли проиграть, пока для меня не дошло, что можно же его просто спросить. Вот, и оказалось, что это просто у нас волки это название его инструмента. Типа там волторный, я не знаю, это не животное, это просто музыкальный инструмент, и он имел в виду, что волки достойно выступили рядом с работами. И это было еще до тритонов как раз. Вот с ним поэтому даже вот вторая причина нашлась. Я говорю, что он просто больше, наверное, мы все там претеним в электронной музыке, а во-вторых, тоже он сочувствовал от музыки к статической геометрии. Это довольно пожилой мужчина, который есть в Фейсбуке и в нашей группе. Он даже один раз заходил на лекции, но как он говорил, что наука его, ну так, что науку он не слушает, как мне сказал Александр Констант. Ну ладно, понятно. Я скажу честно, все, что я имел сказать по существу, в смысле, что, потому что продолжение того, что я сказал, никого не последовало. Я сказал, и конструктивных выводов я не вижу. Ира чем-то занимается, но это чудесно. Я не знаю, может получится, может не получится. Вообще, когда берешься за какое-то сложное дело, никогда не знаешь, получится или нет, но я всегда серьезно рискуем. Правда? это выходит, когда не выходит. А я могу добавить, что сам я могу, я тут вообще ничего не могу, приветствую, радуюсь, когда вы что-то. Но Таня, Татьяна Пилинова, она там подбирала много классической музыки. к ДДУшкам. Тритоны как раз там вот это все могут видеть. Саламанды импровизировали, а Тритоны просто подбирали. И современную музыку делала вот ее дочка Луная тоже подбирала как-то как бог надо цифровать. Мне, кстати, работа девочки ближе всего была. Когда она просто какую-то странную современную музыку ставила в ТикТоке, ставила к видеоарту, для меня было очень неожиданно, потому что я все-таки консерватор во многом. здесь было потому что мои работы они все-таки в основном такие консервативные, что ну классические что-то есть. А она ставила такую лихую, но такую не тухую, но современную музыку. И сочетание привлекло. Ну это паланковая девочка. Ну ладно. Мы уже тут беседуем больше часа, поэтому наверное значит если давайте если есть просто у меня еще некоторые зашли по другим делам, а если есть что-то содержательное, у кого-то что-то сказать, в конструктивном плане, а не в общефилософском, то давайте это скажем, в общем-то дальше или нужно что-то как-то работать, поговорили, разбежались, как-то я не очень понимаю. сказали? Я именно как вы говорили, можно сказать-то, подбирала уже музыку к изображению, именно так, как вот я так поняла, что вы хотите, Дмитрий. Я этим занималась лет пять назад, это много времени, кстати, несмотря на то, что музыка слегка примитивна, но вот этим я позанималась и сейчас я не планирую. Сейчас именно мне очень интересно именно несмотря ни на что озвучить изображение. Если кто-то другой хочет по другому пути идти, пожалуйста. Но я не буду... У меня вопрос к тем, кто молчал. Вот четыре человека по-моему изнесло ни слова. Может быть кто-то из них в первую очередь даже пожаловать сестре Татьяне, но не только к ней. Есть молодые люди, молодые юные титаны и всем может быть кто-то что-то хочет сказать, заметить, предложить. Я тоже не разбираюсь, но я же говорю. Твои молодые люди и прочие молчат. когда мои родители отец получил участок для дачи в академическом поселке через Стекловский институт. Там еще никакого ни дома ничего не было. Он его своими руками строил, но уже появился сарай. Соседний участок получил зал Гайлер. И когда родители приехали на следующие выходные, на сарае было краской написано «Бурожатник». Как? Это, Вольков, твой огород камень. Я не понял. Он пролетел мимо, потому что я неграмотный. Вот. И это хорошо быть неграмотным. Да. Я вспоминаю. Я время от времени так планирую. Сейчас-то нет, конечно, а раньше. Планировал просто надоест всем западным киностудиям. Особенно Марвелу. Вот. У меня есть два крупных открытия я сделал. Что Марвел это содержательный сериал, это не просто детская юношеская. Это для меня. Может, я ребенок, но это для меня. И корейские дарамы. В корейские дарамы я даже написал вот что они нам так ну, написал просто комплименты, что у нас, значит, и семилетние, и десятилетние все смотрят корейские дарамы. Я вот тоже ваши юношеские произведения смотрю, хотя жилучитель. Ну, и, конечно, дал им ссылки на свои, на свой видеоарх. Но они мне даже чего-то ответили, но до видеоарх все-таки что-то вежливое явное. Ну, было видно, что они прочитали, что я им писал, но до видеоарх не добрались. Вот, но ничего. Слово, я вот просто видеоарх я беседовал, кстати, на киностудии отечественной тоже. Это были довольно унылые люди. Ну, конечно, они смотрят, они говорят, вот такие заставки, ну, в общем, какая-то рутина, я не знаю, вот эта стадия от нам бы такое до реального применения, она почему-то оказывается очень длинной. Хотя, по-моему, тут еще дело в том, что мы боимся ошибок, а ошибок боятся не следа, потому что без ошибок ничего не может получиться. Первые действия в любой области всегда оказываются, ну, почти всегда оказываются ошибочными. Ведь у меня же тоже первое, что я сделал, но не было красиво. Вот. И так далее. Поэтому ошибок слишком боятся, это же мы не ядно, это область что-то разрушено. Я не боюсь. Вот замечательно. А так вот боятся ошибок и, конечно, того, чего еще никто не делал. Я могу, если нет желающих, позабавить, как я пытался Ломоносовский фарфоговый завод списать в своем стиле. Если никто не торопится, нет желающих, что-то еще. я тороплюсь. Я могу оставить сессию зума, но у меня есть просто уже следующие. Может, я тогда пойду? Я планирую. Я могу посмотреть, дальше просто у меня, я не думал, что мероприятие будет больше часа, поэтому у меня... я обещала через полчаса освободиться и до сих пор здесь. Может, меня отпустите? из зума любой может уйти. Спасибо за внимание. Я сообщу, когда нужно будет что-то сообщить. Спасибо вам. Спасибо, Ира. Ну, раз никто не говорит, я за пять минут повесю. Я давным-давно, лет десять назад пришел на Ломоносовский фарфоговый завод. Ну, надо же людей поглядеть, себя показать. Там сидели такие две пожилые дамы, одна просто с физиономией такого страшного, страшного завуча, а другая с более таким дружелюбным пожилым выражением лица. Ну, я сказал, что я новый дизайнер, я вам сейчас все покажу. Когда у меня еще ничего не двигалось, были только коробороджные файлы. Вот. И они, конечно, быстро поняли, что я сомнительный дизайнер, потому что даже не знаю дизайнер космонологии. И они так глядели на меня, ну, как на какого-то, видимо, сумасшедшего. человека. Вот. Но я сумел, значит, добраться до компьютера все же. И когда я за него сервис стал показывать, то они, конечно, поняли, что они показывали мне ничего, чего они не видели, что для их завода, ну, в общем-то, да, отношение ко мне быстро переменилось, они стали мечтательно говорить, да, вот в Германии мы видели что-то похожее, но это Германия, может быть, и мы тоже это сделаем. Потом они почувствовали, эти дамы, что, ну, как-то они уже слишком меня расхвалили и как-то принизили свой родной завод. А они стали мне объяснять, что у них же ручная работа, не компьютерная, а именно ручная работа. И там выдающиеся мастера и стали показывать свою ручную работу. А дальше был интересный такой момент, что они, показав мне свою ручную работу, сами поняли и увидели, что у меня компьютер более человечные вещи делает, более вот он обширленные, чем вот эта ручная их работа, ну, там-то стандартные, такие неплохие, но очень привычные всем нам узоры, там, там, скайдер, в общем, абсолютно рутинные, которые, неплохи, конечно, но в человечности у них довольно мало. И это они как-то сами почувствовали, я почувствовал, и они, но, и они, конечно, говорили, что вот давайте мы там, в общем, вам позвоним и так далее. Но я подглядел в глаза уже этого старшим завучим, бывают такие завучи, вот, и понял, что, ну, нет, 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 оставь надежды всяких сюда входящих, и так оно и вышло. вот, а так, конечно, они сильно проработали, сказал, или еще, куда дрожжем это дело. Так что, есть просто рутина. Кто первый осмелится показать, спроецировать эту стену дома, тот привлечет внимание. Вот, да. а музыка, что кино, на мой взгляд, это, значит, настолько неуправляемая, хорошая музыка, настолько стихийная, если бы я был бы композитором, то предложение проиллюстрировать какой-то видеоряд у меня бы вызвало скорее настороженность. я бы не все композиторы, как я, но скорее настороженность. А другое дело, что видеоряд мог бы мне понравиться, я просто мог глядить на него, будет ли какие-то а вот так музыка это абсолютно свободное занятие, это не представление. У вас не все молчат, но наверное его покинули, то есть до воскресенья. Кстати, Роберт, я поиграл с твоей программой Макросин и Иван тоже спасибо писал, а у Роберта моя заминка очень полезная оказалась, не будет видимо, мои ошибки на лекции не было бы очень полезных штук, вот, и я поиграл и понял, что я на следующую лекцию как раз буду поделывать, иллюстрирую, особенно понял, что биплетное отображение это вообще замечательное исследование, вот оно дано, вот есть биплет, мы делаем симметрию и описать свойство этого отображения умному человеку, но не знакомому с этим, это замечательная работа, вот там так вот сдвигаешь точку, следишь за прообразом это настоящее исследование, вот, потом я вот отчасти на лекции его проведу, ну, так что спасибо тебе, Иване, за высланное, да, единственное, чего я не научился пока, может кто-то подскажет, вот у Роберфа у тебя есть макрос для центров кучка, это отдельный файл, а есть макрос, а есть, значит, файл, где три инструмента, там, биплет, триада и еще что-то, ортогональ, вот, как бы мне объединить, создать один файл, где будут и те три, и четвертые, я там щелкну что-то у меня не будет что-то. Мне хочется, чтобы у меня на такие инструменты было бы все. Слышно? Слышно. Я все правильно помню. Сейчас, можно права на раздачу. Демонстрация там. Ага. Пока ничего. А, тебе нужно сейчас, сейчас я тебе дам эту штуку, как одну секунду. раздачу. Наверное, сюда. Сюда. Нет, это не то. Сейчас остановлю. Не то. Что ты пытаешься сделать? Я пытаюсь сдать Роберту право администрирования. Сейчас я это сделаю. чтобы он мог показать. Я вам нужно, пошли час награды. Да, мы так, 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 так. Ага, вот вижу, да. Да, это один. Где надо нажать выбрать. Как раз сюда. Нажать сохранить. И оно сохранит вот. Да, оно сохранится в отдельном неком файле. А мне хочется, чтобы он сохранился там, где есть уже другой. Его пойти надо сохранить из одного файла. И по идее добавить. Я чуть позже скину. Как не помню. Вот именно сохранить я нашел, а добавление не нашел. Я не нашел, если будет случай, оно как бы горит. Для следующей лекции у меня хватит того, что есть. Но я заметил, что без прямых все-таки мне понадобится. Удалил все, а я вернул пару прямолинейных инструментов. Идея верная. В принципе, я понял, что даже геогебры с подходящими инструментами, которые много сделал, можно использовать для работы с геометрией отложенности. Конечно, ДДУшки туда не вставить, но хотя бы делать чертежи. Я уже убедился. Твоя мысль, что можно убрать лишние инструменты. Это правильно, я об этом забыл. Хорошо, тогда всем спасибо, я тоже прощаюсь, если нет ко мне каких-то ... В общем, тогда я, видимо, уже закрываю. оставить Дине, ну, чтобы закрыть его на перенце. Я сейчас все закрою. Я закрою. ты вернулся. А, я мучаю. Я слышу, у меня двух услышал. Я тогда все закрою. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.